здравствуйте дорогие друзья до погода сегодня хорошая редкий случай больше 20 градусов поэтому я вышел на улице заметил что ветра нет солнце замечательные погода отличная и решил снять видос не думаю о том что даже тот незначительный ветер который есть может создать такой шум в итоге не обращайте внимание на то что не стыкуется движение губ с тем что я говорю говорите я буду здесь дома сидя а там вы просто смотрите укусит в итоге меня удав или нет я думаю что для многих это забавная так забавная картинка вот а что я там говорил говорил я простую вещь на руках у меня сейчас находится удавы морфы тайгер это садовый удар удавы морфы тайгер правильнее говорить амазонский древесный удавы морфы тайгер страйповый в отличие от других садовых удавов которые вот ну регулярно можно найти там в разводном виде или привезенных из природы обычного окраса да у них измельчивать большая но в общем и целом пятнистенькие вот красные желтые по-разному стоят от 7000 там в районе 15000 это же пара так как она с полосками на спине и это наследуемый признак то есть это морфа еще и цветная то есть видите желтая у 1 у 1 садового удаву амазонского древесного красные глазки 2 желтые не знаю кто из них самих кто самка но вот это морфные удавы и эта пара стоит я ее закупал за 3000 евро вот и сейчас цена ни капли не изменилась все-таки змеи не самые обычные их не плодят в таком количестве как сечет их битонов и региусов от того все стабильно ну я сам на самом деле был удивлен когда недавно проверил прайс и да действительно по миру их нормальная цена за малыша около 1000 евро то есть такая взрослая пара практически взрослые следующем году их можно уже разводить стоит около 3000 евро скорее всего больше ну в общем больше 200 тысяч рублей это впечатляет но так как мне срочных нужно продать да я недавно рассказывал о том что такое цена когда те на срочно продать и что такое цена реальная такой цена когда срочно надо продать он даже не 100 тысяч потому что за 100 тысяч хрен кто купит он даже выставил за 80 до за пару то есть по 100 тысяч за штука это безумно дешево ну сами представляете да но выхода другого нет хотя я думаю что даже за 60 тысяч бы не купили но на всякий случай вот выставил мало ли потому что все таки трейлористы это не богатые люди зачастую такие же фанаты как и я которые последние деньги уже давно потратили на то что им надо и сидят в долгах в общем как и я как и мои коллеги которые мне должны деньги и пока не могут вернуть от нормально потому что я тоже много кому должен тоже нормально ну вот но сами понимаете сейчас нужно достраивать вольеры сейчас нужно оплатить новых питомцев которых я заказал да для укомплектации коллекции рептилины для ну для уже россиного канала там появится питомец но смысле для канала для себя смысле по той теме по кошачьей теме тоже есть траты в общем все скоро увидите и естественно уже пол недели как прошла они выставлены на продажу на хрень никому не нужен хотя при то есть они нужны но остается только плакать коллегам и мне от того что они не могут купить и в общем я был бы рад на самом деле если по ней попали именно профессионалу с дальнейшей перспективы на разведение сам бы уже когда поправился бы купил малышей по 1000 евро ничего страшного от них но пока вот без перспектив от чего их продаю ну уже говорю да во первых нужда во вторых ну от по садовому да у меня уже не сохну как раньше у меня был такой пик на протяжении наверное лет пяти до когда разводил в большом количестве прям набирал набирал в общем и сейчас как-то много других проектов и концепция сменилась ну нормальная практика на самом деле вот говорю что в будущем я не откажусь заново восстановить именно садовых удалов коллекцию но амазонских приветств правильно говорить но это уже в перспективе пока первостепенные задачи совершенно другие вот так вот и кстати да отвлекусь сейчас немножко аквариумный канал по ссылке в описании там я рассказываю про двоекодышащую рыбу протоптера на неделе выйдет второе видео с ним как я его буду готовить день его условия думаю что многим из вас будет это интересно все-таки тема близка поле антология древние животные рептилии соответственно приходим двоекодышащим там протоптеры современные вот и подписывайтесь на канал ссылка в описании называется арслан валеев экзаменю там уже несколько видосов аквариумных есть там периодически будет и террариумный но поменьше конечно так в основном рыбки-рыбки вот и соответственно не забывайте про ресинный канал ну что я там отвлекся сейчас все-таки досмотрим получу ли это несчастный укус или нет но конечно когда ты знаешь примерно почему кстати в итоге не получается змея до меня достать и про спойлерю скорее всего не получится потому что зная расстояние на которое змея способна выброситься никаких проблем не будет естественно все эти очень индивидуально зависит от размера садовых удавов их длина очень сильно разнится зависит от характера конкретной змеи от вида и в общем не повторяйте это пожалуйста дома то царапины всякие может глаз попасть вообще будет неприятно как то так спасибо за внимание пока пока не забывайте про лайки ну ты наконец меня укусишь нет давай укусание это что такое это язык нет о и